Сегодня мы с вами разберем очень интересный такой вот психологический феномен, психологической защиты даже, да, как экстремальная откровенность, вот такая какая-то детская непосредственность и открытость. Наверняка вы это видели, может быть и сами страдаете, причем российские женщины, мне кажется, вот в очень большом своем проценте частично страдают этим, рассказывая о всех интимных подробностях своей личной жизни. Вот если ты у американки спросишь, как твои дела, она скажет, I'm okay, I'm fine, она будет мило тебе улыбаться, но она никогда не будет рассказывать, что конкретно происходит с ее женом, между ними в постели, а любит он ее или нет и так далее, чего не скажешь о российской женщине. В принципе, если ты сядешь где-то рядом в самолете или, может быть, где-то в поезде с российской женщиной, вы будете с ней как подружки уже ровно через 15 минут, она будет рассказывать вам очень много что. Поэтому те, кто этим страдает, я непременно всех вас жду на своих консультациях по скайпу. Мне нужно рассказывать интимные подробности жизни с вашим супругом, а не вашей подруге. Потому что у этого будут побочные эффекты. Какие вы будете приглашать людей влезать в вашу жизнь? Понимаете? Они хотят видеть 38-ю, 39-ю серию Санта-Барбара. Они привыкли смотреть это, обсуждать и сплетничать то, что у вас происходит. И каждый будет непременно должен считать влезть в вашу жизнь и что-то там в ней повлиять, что-то как-то на нее повлиять, что-то изменить в ней. Бесконечные будут советы. Вот какие будут побочные эффекты. Далее, зачастую, совершенно солидный мужчина или солидная женщина имеет отсутствие между мозгом и своим языком некого фильтра. То есть фразы рождаются бых вот так вот, бых вот так вот. Абсолютная какая-то блаженность. Вот он как непосредственный, такой откровенный, искренний, как вот такой вот маленький ребенок. Несмотря на свою, допустим, даже очень такого финансиста, солидная вроде, солидный дядька такой. Ведет себя как абсолютный такой вот ребенок. Искренность такая вот откуда ни возьмись. Потому что вот эта вот откровенность экстремальная, она тоже имеет некие грань, понимаете, да? Некие такие интересные формы. Понятное дело, кстати говоря, это один из признаков все-таки психиатрии, да? Вот такая абсолютная откровенность. Я не говорю сейчас про всех, это просто один из пунктов таких. Дальше. Вот таким вот это образом все выглядит. Он может рассказывать обо всем. Ну вот обо всем. Кто-то фокусируется на том, что он сегодня съел, кого он встретил, как он пописал, покакал, какие у него были анализы, с кем он поругался, что он сейчас чувствует, что ему сейчас стыдно и неловко, что вот он краснеет и так далее. То есть вообще не происходит никакой внутренний анализ. Сразу выдается, мысль автоматически как бы вербализуется, так сказать, и превращается в какие-то слова и действия непосредственно. Так, что я хочу сказать? Я хочу перейти к причинам, зачем, да? Зачем? К механизму действия, к причинам. То есть зачем все это происходит? Как именно все это происходит? Я это делаю прежде всего, чтобы избежать каких-то конфликтов рас. То есть я первая пришла, так сказать, сдаемся, сдаемся, и выложила все как на духу. Все, меня не надо обыскивать, я без оружия, я без оружия. Я расскажу сама, я сдаюсь, я все сама о себе расскажу. Таким образом, как будто бы я очень пытаюсь быстро расположить к себе людей, я пытаюсь быстро получить какое-то одобрение, любовь, какую-то заботу, что все хорошо, посмотрите, она какая, я дружелюбная, давайте дружить и так далее. Часто, например, у мужчины, особенно мужчины, те же самые какие-то чиновники, бандиты на этом тоже попадались, криминальные какие-то личности, вот он так хочет похвастаться, и вот он начинает совершенно экстремально откровенно хвастаться, показывать, где он отдыхает, что он делает, сейчас вот этот инстаграм, и очень многие на этом попадаются. Ну, откуда у тебя, у чиновника, вот такие возможности покупать себе виллы в Майами, да? А на какие такие-то деньги ты там разгуливаешь город и так далее? Вот это его экстремальная такая какая-то эпатажность, на те, смотрите, люди, вот от какой я, сколько у меня всего есть, это, в принципе, тоже можно отнести к разряду экстремальной откровенности. Соответственно, что мы еще посмотрим с вами? Я беру внимание, то есть это такая довольно истероидная черта, правильно? Я про себя тоже говорю, я довольно экстремально откровенно. Но она у меня, кстати, формировалась, я такая, она вряд ли была в детстве, я не была, я была очень молчаливым человеком в детстве. И потом потихонечку, особенно когда я стала входить в мир психологии, вот эта экстремальная откровенность, да, это истероидная черта раз, то есть люди сразу начинают вот так смотреть, это попытка быть особенной, не такой, как все, они смотрят, какая она, кто-то говорит, кто-то сразу влюбляется, какая женщина интересная, какая открытая, какая глубокая, не такая, как все, какая вот белая ворона или какая жар-птица, кого-то это напротив может пугать, да, что это какая-то сумасшедшая, странная женщина и так далее. То есть это вот элемент истероидный. И следующий элемент – это попытка размыть границы. Но вот я настолько не хочу находиться в каких-либо стеснениях внутренних, я настолько, как невротик, устала от этого бесконечного самоконтроля, правильно ли я сделала, правильно ли я пошла, а правильно ли я написала, что я хочу взорвать все это своей откровенностью. Я хочу, чтобы, как и писи-пуки, стали чем-то естественным для меня, чтобы мне вообще ничего не пришлось скрывать, потому что что-либо скрывать – это как будто бы как-то тяжко и мучительно. Далее – это попытка установить с людьми доверительные, близкие отношения. Как будто бы я приглашаю тебя войти в мой коридор такой же близости, я жду от тебя, возможно, точно такой же откровенности, которую я тебе сейчас дарю, да. Вот и все. Так, и следующий один тоже из мотивов. Видите, тут несколько мотивов, очень даже несколько, может быть. Вот когда мне нечего терять уже, как будто вот я нахожусь в какой-то даже, можно сказать, депрессивном таком состоянии, вот таком уже предсмертном, что воля, что неволя, что мне все равно, какая там будет стратегия у моих слов, что за собой повлекут те или иные фразы, да мне все равно. Хотите – увольняйте, хотите – никто, не надо со мной дружить, пошли в жопу, короче, да, подойти к микрофону и сказать, а пошли бы вы тут все нахуй где-то в каком-то фильме, то ли я это видела, откуда я это знаю. Точно, по-моему, где-то было в фильме. Напишите мне в комментариях, это было или это мое желание. Потому что у меня тоже какой-то, в какой-то момент, я помню, что у меня возникало такое желание подойти к микрофону и сказать фразу «добрый день, идите все нахуй». То есть это такая как бы депрессивная нотка, понимаете, вот этот момент, да. Все, мне нечего терять, я, в общем, собрался сегодня с крыши прыгать. Вот и все. Вот и все. Так, значит, что еще я хочу сказать? Способ справиться с тревогой. Очень часто вот такая экстремальная излишняя детская непосредственность, откровенность идет на высоком уровне тревоги. То есть человек так тревожится, что начинает нести уже всякую ахинею. Начинает, может быть, где-то в какой-то момент как будто даже наговаривать на себя, пытаться показаться хуже, чем он есть на самом деле и так далее. Это вот какое-то состояние такой встревожности и попытки как-то это справиться с этим, да. Каким-то образом это все провентилировать в себе, выплюнуть это из себя. Как на это люди реагируют, окружающие? Это или влюбляет, или пугает. А пугать это еще может почему? Ну вот если вот он так откровенно все говорит, значит, ему нельзя довериться, на него нельзя положиться, он меня сдаст с потрохами. Ну, рост он такой какой-то непосредственный, правда? Вот я ему сейчас какой-то секретик скажу, а он пойдет, расскажет это всем подряд. Не потому что он гад такой, а потому что вот он такой какой-то блаженый дурачок. Поэтому мне нельзя ему довериться. И поэтому какой самый большой побочный эффект у этих людей, у экстремальщиков, да, вот в откровенности в своей? Побочный эффект трудности в отношениях с людьми, трудности в коллективах. Воспринимают их каких-то как белых ворон очень часто, да, каких-то таких странненьких людей и так далее. Далее сказанное тобой сегодня, это как некое доказательство, которое в какой-то момент просто будет использовано против тебя. Тебе дадут поддых и уже очень скоро. То есть ты хотел как лучше, ты хотел как бы обезоружить всех, но тем самым, наоборот, привлек к нападению в какой-то момент. В какой-то момент просто тебе дадут поддых. Вот, против тебя же это все. Потому что ты, например, очень часто, это был сегодня твой друг, но не факт, что этот друг завтра не окажется твоим врагом, правда, и не использует это против тебя. Дальше в семье. Эти люди могут ссорить друг друга в семье, рассказав там, допустим, что-либо непосредственно. Ну, допустим, сынок, а где папа? Да, папа там с Мариной катался где-то. Ну, тут не со зла вроде, папа с Мариной где-то катался, понимаете, да? То есть вот он может так раз, и что-то взболтнул, что взболтнул, зачем взболтнул и так далее, да? Может быть, на моменте сблизиться с мамой сейчас он хотел, вот как вот для мамы как лучше сделать, рассказать, что папа с Мариной где-то катается у него. Вот и все. Ну и так же, как я уже сказала, вы приглашаете, рассказывая, допустим, про свою особенно интимную личную жизнь, да? Вы приглашаете зрителей на очередной сеанс и непосредственно что-то вам такое посоветовать. Они все желают что-то вам посоветовать. И человек, как правило, сам думает, ну зачем я это сказала? Ну кто меня тянул за язык? Ну черт меня дернул вот это. Взять и выложить, а? Ну о чем я только думал раньше? Ну зачем? Ну зачем? Вот так. Окей, давайте подумаем, что с этой историей делать. Значит, если есть такая потребность в том, чтобы откровенно выкладывать где-то все, я вот напомню, я жду вас на своих консультациях по скайпу. Потому что эти вещи делают люди с психоаналитиками, с психологами, с психотерапевтами, да? Как те же самые американские женщины. Они не идут и не рассказывают своим подругам, как у них с Джоном или Сентонни дела. Они идут к своему психоаналитику. Это правильно, не надо это подруге рассказывать. Не надо. Подруга вообще как бы нужна для другого. Для других вещей. Хотя как бы я сама этим страдаю, люблю свою подругу и ей все подряд рассказываю. Но она зато психолог у меня. Поэтому, видите, я совмещаю два в одном. Так. Значит, это все сложно. Это все понятно. Американская культура, российская культура. У нас это очень принято. Вот этот какой-то душевный эксбекционизм, понимаете? Вот вывернуть свою душу наизнанку. И вот поэтому даже говорят «богатая русская душа». Что люди такие откровенные, очень за жизнь прям все любят поговорить. Очень экстремально откровенные. Соответственно, помимо того, что я рекомендую вам ходить к психологу со своей откровенностью, а не к соседям и так далее, я предлагаю вам два варианта. Прежде всего, чем отправиться куда-либо, в какое-либо там заведение, к своим друзьям или же в коллектив какой-то, поработайте со своей тревогой. Потому что зачастую это именно тревога. Далее, прежде чем что-то начать говорить, задайте вопрос, что, зачем я это делаю, что я хочу от этого сейчас получить. Я хочу сейчас какое-то произвести особое впечатление на этих людей. Или я хочу, чтобы вот эта девочка срочно со мной дружила. Или я как-то хочу сейчас принизить кого-то. Что я хочу этим получить? Это главный вопрос, который вы должны себе задать. Потому что вот мне так и хочется спросить людей, которые пишут в комментариях что-то. Мне хочется им предложить, вот ты пишешь, но ты задай себе вопрос, что на самом деле сейчас с тобой происходит? Ну вот на самом деле, да? А на самом деле тебе стало как-то больно, неприятно, допустим, обидно ли ты испытываешь какое-то состояние, ну что ж там, несправедливо как-то так, или какой-то зависть и так далее. Да, для чего ты делаешь тот или иной поступок, то или иное действие? Та или иная фраза из тебя вылетает. Ой, что-то я устала прямо сегодня, не могу, здесь нечем дышать, нечем дышать. Я выключаю кондиционер, потому что, чтобы он не мешал, микрофон там не шуршал. Вообще жизнь во Флориде, я вам скажу, не сахар, не сахар. Так что не завидуйте, я вот задыхаюсь. Еще годик поживу и сваливаю, все, надоело мне тут. Буквально нечем дышать. Вот такая влажная, тяжкая какая-то в воздухе жижа. И этот климат подходит, по-моему, только Латина. Латина просто в восторге, они цветут и пахнут. 90% россиян, украинцев и кто там еще, ну, неважно, Казахстан, Белоруссия, все, в общем, им не подходит этот климат, правда, не подходит. А евреям подходит, евреям очень подходит. А вот славянам не подходит. Они все такие какие-то отечные, как пьяницы ходят. Вялые, сонные, мухи, ну и так далее. Что я отвлеклась. Ладно, короче говоря, вы поняли, что со всей этой историей делать. Я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь непременно на мой YouTube-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Instagram. Ссылка в описании. И всех вас я жду на своих консультациях по скайпу.